Берлин в марте 2021. Площадь Убраненбургских ворот пуста, в международном аэропорту осталось всего 7% от числа авиапассажиров прошлой зимы. Сувенирные магазины закрыты, туристов практически нет, русская речь не слышна. В Германии локдаун и гостиницам запрещено селить туристов. Отель Adlon на площади Убраненбургских ворот, пожалуй, самая известная гостиница Берлина. Президенты, премьер-министры, поп-звезды, кого здесь только не повидали за последние 20 лет с момента открытия отеля после реконструкции. Но и здесь сейчас царит тишина. Из 385 номеров заняты от силы 10. Кафе и рестораны закрыты, сотрудники отправлены по домам, а менеджмент с особыми чувствами вспоминает одну категорию клиентов. У нас всегда было много русских гостей. В среднем 2,5-3 тысячи ночевок в год. Это очень большая доля. Здесь играли свою роль и история, и сам Берлин, и географическая близость. Плюс государственные деятели, которые регулярно приезжали в Берлин. Но и туристы, слава богу, везли свои деньги в город. КДВ радовался каждому клиенту из России, который останавливался у нас. Плюс бизнесмены были заметны усилия по экономическому сближению наших стран. Мы от этого тоже выигрывали. Но универмаги закрыты, музеи закрыты и рестораны закрыты тоже. В городском офисе по туризму прорабатывают сценарий нормализации бизнеса, но быстрого возвращения туристов из России здесь никто не ждет. Восстановление будет поэтапным. Первыми вернутся внутренние, то есть немецкие туристы. В России, по нашим оценкам, это может произойти через 6 месяцев после начала вакцинации. За ними последуют туристы из соседних стран, соседних по Евросоюзу. А последними, кому откроют доступ Евросоюз, будут туристы из стран, не входящих в ЕС. И это при том, что до пандемии туристы из России были в Германии одной из самых многочисленных групп приезжих. Вот что говорит по этому поводу Петро Хидорфер, директор национального туристического офиса Германии. Русские туристы очень любят тратить деньги. В 2019 году, во время путешествий по Германии, они потратили 2,2 миллиарда евро. Немалая часть от этих 2 миллиардов осталась здесь, в знаменитом отеле у Барненбургских ворот. Да, я могу подтвердить, что русские туристы очень щедрые. Это касается как ресторанов, посмотрите, какие вина они там заказывают. Или, может, мы немцы в этом вопросе более экономные. Но русские гости, которые приезжают к нам, ни в чем себе не отказывают. Это заметно и по пакетам, которые они тащат с собой из КДВ в номера после долгого дня в городе. Мы видим это и по средним расходам на проживание. Они гораздо выше средних расходов гостей из других стран. По состоянию на начало марта, ясности по поводу открытия границ Евросоюза для обладателей туристических шенгенских виз нет. Менеджер Себастьян Риве говорит, что он не ожидает нормализации бизнеса раньше лета 2022 года.